Международный рев моторов услышал Сочи. 29 июня в рамках заседания Организации Черноморского экономического сотрудничества прошел уникальный мотопробег. Его участниками стали самые известные спортсмены страны, представители 12 стран Причерноморья и Южных Балкан, а также заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Василий Небензи и генеральный секретарь экономического сотрудничества Майкл Христидис. Как прошел мотопробег о его участниках и о том, куда отправились мотоциклисты в репортаже Артема Зейтуняна. Вы знаете, очень понравился мотоцикл, вообще как он выглядит изначально, 6 лет назад, понравился его облик. Захотелось попробовать научиться ездить и кататься на мотоцикле по городу. Любовь к мотоциклам приводит к большому спорту. В сегодняшнем пробеге именитые спортсменки. Это бронзовый призер чемпионата России по шоссе на кольцевым мотогонкам Екатерина Рудского и серебряный призер класса СТК-вумен чемпионата России Ирина Грицкевич. Эти хрупкие девушки управляют настоящими монстрами скорости мотоциклами в 600 кубиков. Нужно усилие, терпение, хороший тренер и хорошая физическая подготовка. Но и в спорт, собственно, попала после того, как поняла, что не смогу ездить по городу, но очень нравятся спортивные мотоциклы и решила заняться шоссе на кольцевыми мотогонками. Заводятся и кроссовые мотоциклы. Перед стартом для участников иностранных гостей яркое выступление юных спортсменов мотоциклетной федерации Краснодарского края. У каждого маленького гонщика за спиной уже не одно соревнование и награда. Сюда они приехали в рамках специализированной смены по техническим видам спорта, которая реализуется во Всероссийском детском центре «Орленок». Там на базе лагеря дети узнают о технике, ее видах и особенностях. «Пилот Кэмп – это лагерь технических видов спорта. Этот лагерь новый, его открыли совершенно недавно. Этот потрясающий лагерь, я считаю, что он сейчас на данный момент самый развитый, самый лучший. Конечно, есть стремиться к чему-то лучшему, но он сейчас на данный момент на высоте». Перед стартом подробный инструктаж. Среди участников мотопробега депутаты, министры и их заместители. В Олимпийском парке на трассе мотошкола они разминаются и привыкают к байкам. А еще получают приглашение. 13 августа в Туапсинском районе на базе автогорода Всероссийского детского центра «Орленок» впервые в истории пройдет чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров. «К нам приезжает много людей. Это очень важное событие, потому что надо все сделать правильно. Приезжает много министров». «Это вообще замечательно, что дети занимаются мотокроссом. Вообще мотоцикл – прекрасный вид спорта. О нем, конечно, многое, поскольку у нас он не развит, о нем принято считать, что он очень опасный. Но не опаснее многих других. А то, что дети начинают заниматься этим, это очень здорово». Возглавляет колонну байков международный инструктор Михаил Береснев. Он и другие участники, среди которых клуб сочинских байкеров и организатор мотопробега компания «Яхнич Мотоспорт» преодолевают расстояние в 50 километров. Их путь проходит через магистрали и улицы Большого Сочи. «Буквально через несколько минут участники мотопробега приедут сюда, на горный курорт «Роза Хутор». Здесь пройдет финиш и официальная часть дня. Также гостей ждет экскурсия по комплексу и подъем в Олимпийскую деревню. А вот, кажется, и они. Уставшие, но счастливые участники пробега добираются до финиша. Среди них и генеральный секретарь организации Черноморского экономического сотрудничества «Майкл Христидис». Здесь их встречают гости курорта и 40 иностранных представителей заседания. То же самое нам нужно для успешного международного экономического сотрудничества. Чувство риска, чувство баланса и чувство владения. Нам нужно понимать, что это наша организация. И мы должны думать не о том, что она нам может дать, а о том, что мы можем дать ей. Мотопробег нацелен на поддержание крепких экономических и культурных связей 12 стран, а также на развитие культуры мотодвижения на дорогах общественного пользования. Одна из основных задач мотопробега – это и приобщение молодежи к мотоспорту в России, а также объединение всех любителей двухколесной техники.